В рамках программы АУ Ельбесыга в Миндагаринском районе продолжается реализация нескольких проектов. На развитие дорожной инфраструктуры в текущем году выделено 1,3 миллиарда тенге. В трех школах района ведется капитальный ремонт. В текущем охвачено 5 объектов образования. Кроме того, в районном центре стартовало строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Подробности. В рамках государственной программы АУ Ельбесыга в сфере дорожной инфраструктуры в Миндагаринском районе реализуются 18 проектов. Это ремонт 16 улиц в населенных пунктах, а также ремонт двух автомобильных дорог районного значения – Боровское-Узнагаш и Боровское-Молодежное. В этом году реализуется большой проект. Это средний ремонт автомобильной дороги Боровское-Узнагаш. Протяженность данной автомобильной дороги 60 километров. С 2019 года реализуется проект. В настоящее время мы ремонтируем участок с 32 по 60 километр. Данный проект двухгодичный. В этом году выделено 600 миллионов тенге. Также в этом году у нас в рамках текущего ремонта выделено 65 миллионов тенге для ремонта автомобильной дороги Боровское-Молодежное. Конкурсные процедуры проведены. Сейчас заключаем договор с подрядной организацией и планируем в июле месяце провести, закончить данный ремонт. Одним из сел, в котором вскоре преобразятся сельские улицы, является Красная Пресня. Средним ремонтом охвачено три улицы – Гагарина, Ленина и Власенко. В общей сложности из бюджета на это выделено 135 миллионов тенге. На сегодняшний день у нас по Ленину и по Гагарину средний ремонт завершен. По улице Власенко сейчас продолжается работа. На сегодняшний день 40% сделали подрядчик. У нас подрядная организация – это «Лидерстрой-2050», это город Кустанай. У нас «Технадзор» есть, это «Каблан-эксперт» города Алматы и «Кустанай-спецстрой» – это город Кустанай. Здесь же в рамках государственной программы проводится капитальный ремонт местной школы. Его начали в апреле месяце. По плану ввести школу в эксплуатацию должны в сентябре. Однако, как и говорят подрядчики, ремонт планируют завершить до начала учебного года. На данный момент полностью завершена кровля, полностью заменены окна – это 100%. Установлены пожарные лестницы на 100%. Внутренние работы, выравнивание стен и потолков – ну, процентов 60 уже. У нас вот два здания, получается, учебному процессу этот ремонт не помешал. Мы начали 10 апреля, но освободили главный корпус, занимались во втором корпусе, поэтому учебный процесс у нас не прервался. Помимо Краснопресненской школы, капитальный ремонт будут проводить еще в двух. Это Боровская школа гимназии имени Чутаева, а также Джангилинская общеобразовательная школа. Текущим ремонтом охвачено пять объектов образования. Выделены средства 80 миллионов. Текущий ремонт – именно замена системы отопления Буденновской средней школы, замена кровли Тенизовской основной школы, то есть фасад, мы будем утеплять фасад в Архиповской средней школе. Также будут заменены окна в Тенизовской основной школе и в Каменскурайской школе у нас заменены окна, уже заменены, работа завершена, акты все подписаны. В селе Боровское также стартовало строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Бюджет проекта составляет 411 миллионов тенге. На сегодняшний день ведутся работы по бетонированию основания. Также подготавливается полностью металлоконструкция, которая буквально на следующей неделе придет в Боровское и будет установка. Технадзор – это у нас город Алматы. Хаблан – эксперт. Работы ведутся согласно графику. Проектная мощность – 44 человека в смену. Строительные работы планируют завершить уже в октябре этого года. По словам специалистов, рядом с комплексом также собираются построить крытый каток. Алмажана Мангельдинова, Руслан Джабаев, телеканал Кустанай.